Приветствую вас, уважаемые фотошоп-мастера! В этом видеоуроке мы будем создавать с вами интересный весенний дизайн. Дизайн для рекламы не часов, а пусть это будут духи. Итак, вы открываете ваше изображение. Что мы будем с ним делать? Нам нужно сейчас создать люминосити маску. То есть маску на основе светлых и темных участков. Как мы это будем делать? Это мы будем делать следующим образом. Перейдите в палитру каналы. И, зажав клавишу Ctrl, кликните по сводному каналу RGB. Появляется такой квадратик. И кликаем по миниатюре слоя. Посмотрите, загрузилась как раз эта люминосити маска. То есть маска на основе светлых и темных участков. Не снимая выделения, перейдем вниз и создадим новый альфа-канал. Создается альфа-канал. Он сейчас заполнен черным цветом. Нам нужно это выделение заполнить белым. Переведите цвета, чтобы черный был сверху, белый снизу. И теперь нам нужно залить выделение белым цветом. Для этого мы можем нажать комбинацию клавиш Ctrl, Delete. Получается, что мы заливаем эти выделенные участки белым цветом. Далее, нам необходимо добиться такого эффекта, чтобы были чисто темные, то есть черные участки на изображении и чисто белые. Нам необходимо избавиться от серых участков. Для этого давайте еще затемним черные цвета. Инвертируем выделение. Shift, Ctrl, нажимаем И. Инвертировали. Теперь активны не белые участки на изображении, а черные. Итак, заливаем черным цветом. Чтобы залить цветом переднего плана, мы нажимаем Alt, Delete. Когда мы использовали задний, использовали клавиши Ctrl, Delete. Если заливаем цветом переднего плана, то Alt, Delete. Так, черные мы сделали. Затемнили. Теперь вернем выделение на светлые участки. Снова Shift, Ctrl, И. Снова активные у нас только белые. Заливаем еще раз белым. Ctrl, Delete и еще раз Ctrl, Delete. Ctrl, D снимаем выделение. Я залила белым два раза. Смотрите по ситуации. Возможно, вам нужно будет сделать это трижды. Итак, мы добились, что у нас сейчас на самом изображении в основном остались черные и белые участки. Я предлагаю растянуть наше изображение немного совсем. Ctrl, D я нажимаю. Смотрите, появилась рамка трансформации. Кто не видит, вот она. Эти узелки тянем. Зажимаем Shift, чтобы сохранить пропорции. И я растягиваю изображение. Избавляюсь от часов. Перемещаю мое изображение немножечко вправо. Еще немного вверх. Вот так. Перемещаю девушку в правую сторону. И нажимаю Enter, чтобы применить трансформацию. Отлично. Мы работаем сейчас с вами на альфа-канале. То есть мы сейчас создаем маску. Маску мы можем корректировать. Я хочу избавиться от фонового изображения. Поэтому я беру кисточку белого цвета. Переключаюсь на белый цвет. Увеличиваю ее размер. И закрашиваю фон. Избавляюсь от него, чтобы впоследствии он не попал в мою маску. Как вы, должно быть, заметили, кисть у меня с мягкими краями. Себе настроите также. Небольшой пучок волос я оставила. Итак, маска у нас готова. Вернемся на сводный канал RGB. Затем в палитру слои. Создадим новый слой. Зальем его белым цветом. Белый у меня сейчас на заднем плане. Значит, нажимаем Ctrl-Delete. Далее создаем новый слой. Перейдем в каналы и загрузим нашу маску. Нашу маску, созданную на основе светлых и темных участков. Не обязательно переходить на альфа-канал. Достаточно будет зажать Ctrl и кликнуть по миниатюре этой маски. Теперь снова вернемся в слои. Итак, мы загрузили с вами Luminosity маску. Как видите, сейчас выделение активно. Нам его нужно инвертировать. Зажимаем Shift-Ctrl-I и заливаем выделенную часть синим цветом или любым другим, каким вы захотите сами. Синий цвет у нас на переднем плане. Значит, нажимаем комбинацию клавиш Alt-Delete. Вот такое интересное получилось у нас изображение. То есть тоже черно-белое. То, что мы видели в канале, в альфа-канале, только уже в цвете. И на отдельном слое, как видите, да? У нас есть белый фон и есть на отдельном слое изображение в синем цвете. И сейчас самый интересный момент, самая ключевая и красивая деталь в этом весеннем дизайне – использование градиента. Берем инструмент «Градиент», выставляем здесь. Возьмите любой цветной градиент и установите вид шумовой. Теперь покликайте несколько раз другой вариант и советую вам остановиться на темных цветах. Чем темнее, тем лучше и ярче будет выглядеть ваше изображение. Сейчас вы посмотрите, почему это происходит. Давайте возьмем, например, этот, пока это самый темный, то, что мы видели с вами. Нажимаем «Да». И теперь очень важный момент. Уделите этому особое внимание. Вам нужно сейчас нажать «Блокировку», «Блокировку», «Сохранить прозрачность пикселей». Теперь, чтобы мы не рисовали на этом слое, на пиксели, на прозрачные, это влиять не будет. То есть сейчас градиент будет ложиться только на вот это синее изображение, а остальные прозрачные пиксели так и будут оставаться нетронутыми. Итак, проводим градиент. Вот такой интересный эффект у нас получается. Естественно, вы можете градиент проводить в любых направлениях, как вам того хочется. Вот этот градиент, который мы сейчас с вами установили, он недостаточно темный. Можно поискать другой. Вот, например, такой будет хорошо смотреться. Посмотрите, какие интересные эффекты можно получить с помощью использования этой техники. Разноцветное сияние, в котором отражается эта девушка. И после, добиваясь интересных эффектов, интересных цветов, это изображение вы можете использовать где угодно. Просто создавая интересную картинку или делая что-то подобное. Например, рекламу для нового весеннего аромата. Получилось достаточно свежо и оригинально. Надеюсь, вам понравился этот урок. И вы возьмете для себя что-то новое, какие-то интересные идеи и будете применять на практике. На этом все. До встречи в следующем видеоуроке. Субтитры создавал DimaTorzok